Слава Тебе, Боже! Боже, освящай сердце наше, освящай наш разум, освящай нашего внутреннего человека. Мы хотим научиться ходить во свете, хотим научиться Божие угождать Тебе. Благословлено имя Твое, Господь Бог, Владыка Вселенной. Быша Мишуа Машеха, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Итак, тема, о которой я хотел бы сегодня с вами поделиться, она в первую очередь относится к верующим людям. Но я верю, что это одно из ключевых таких понятий или, скажем, ключевых вещей, которые должны пребывать в нашей жизни и в которых мы с вами должны возрастать. Для начала давайте посмотрим несколько мест Писания. Итак, история, о которой пойдет речь, произошла еще до того времени, как был построен храм Соломоном. Мы знаем, что храм, он не всегда стоял. И было такое время, когда народ израильский имел ковчег, имел то место, куда они приходили, в переносной скине. Это был, можно так сказать, переносной храм, переносной мешкан. И Бог являл свое присутствие именно там. И если мы посмотрим на Писание, если мы посмотрим Библию, то мы можем увидеть очень интересное явление. Казалось бы, есть место, куда ты можешь прийти и встретиться с Богом. И мы знаем, что во время путешествия по пустыне еврейский народ приходил к ковчегу, приходил к Скинии. Потому что сам стан израильский был построен таким образом, что ковчег находился посередине. И когда передвигался ковчег, когда передвигался народ, это было целое шествие, это было целое приключение. День и ночь израильский народ видели выраженное присутствие Божье. Каждое утро, когда они просыпались, выходили за стан, они видели манну, собирали ее и кушали. Это было чудо, в котором пребывали дети израильские. После того, как была дарована земля, мы знаем, что земля, она завоевывалась потихоньку. День за днем, год за годом, около 14 лет прошло, прежде чем вошли в землю. Но что начало происходить? Это очень интересный момент, друзья. Люди, наконец-то, дождались свой участок земли. Каждый, кто воевал, каждый, кто завоевывал землю, мечтал об этой земле. Согласитесь, мы делали бы точно так же, правда? 40 лет ты живешь в пустыне, и тут ты входишь, переходишь к границу, начинаешь воевать и понимаешь, тебе дадут кусок земли. И ты начинаешь мечтать. А вдруг это будет гектар? А вдруг это будет 10 гектаров? Будет там речка, будет там какой-то лес. Ну, вы понимаете, да? Это такое состояние новоселья. И ты представляешь, какой дом будешь строить, какие у тебя атары будут и так далее, и так далее, и так далее. Именно это происходило. Народ начинал жить. Народ начинал делать ремонты. Вы помните, вот это время, я его не застал, но мне рассказывали, где-то 60-е, 70-е, когда люди массово начали вселяться в хрущевки. Говорят, что это было время, известное ремонтами. Потому что дома строили быстро, молодые семьи вселялись, все были на позитиве и заняты собой. То же самое, еврейский народ поселялся по земле. Но был ковчег. Вы представляете, друзья, раньше все были сосредоточены вокруг ковчега. Когда же вошли в землю, ковчег был где-то в одном месте. И каждый начал заниматься своим огородом, своими домами, своими делами, своими отарами и своими семьями. Ковчег был где-то. И мы читаем следующее. 1 Паралипоминон, 13 глава, с 1 по 4 стих. Мы должны помнить, ковчег находится в каком-то месте. Если вы думаете, что израильтяне приходили туда каждый день или раз в неделю, то вы ошибаетесь. Потому что написано следующее. И советовался Давид с тысячей начальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян. Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской. И вместе с ними к левитам и священникам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего. Потому что в одни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание, да будет так. Потому что это дело было всему народу, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Понимаете, да? Потому что это дело казалось справедливым. Он говорит, давайте в конце концов соберемся и заберем ковчег. Мы все живем, а во времена Саула к нему не обращаемся. Времена Саула. Это сколько лет? Друзья, это не неделя. Это не месяц. Это десятки лет. Десятки лет. Смотрите, когда народ шел по пустыне, Бог был в центре. Взгляд он не отходил. Каждое утро, когда ты просыпался, ты видел шехину, ты видел Божие присутствие. И именно эта шехина, она определяла, двигаешься ты или нет. Когда ты успокоился в своей земле, Бог, он ушел куда-то на второе место. И это происходило годами. К нему перестали обращать свое внимание. К нему перестали. Бог перестал быть тем, кто определяет курс Израиля. Потому что люди успокоились каждый в своих домах. Каждый под своей смоковницей. Итак, я не думаю, что если говорить конкретно, что прям все-все-все перестали. Но тем не менее, большинство людей было занято простой, обычной, ежедневной жизнью. Итак, в каком-то смысле, то желание, которое было у Давида, это было своего рода попытка пробуждения народа. Это была попытка вернуть народ в прежнее состояние, которое было до того, как они вошли в землю израильскую. В состоянии близости с Богом, в состоянии правильного поклонения перед Богом, в состоянии правильного служения Богу. И дальше мы читаем о том, как, собственно говоря, начался этот перенос и как Бог являет свою святость. Вы помните эту историю, да? Давид, он приходит, созывают, вот там, как там все написано, позвали священников, позвали левитов, начали переносить. Давид начал радоваться и так далее. Но в какой-то момент повозка наклонилась, и один из служителей Оза, он притронулся к ковчегу. Помните это, да? И он умер. Вдруг, ни с того, ни с сего, умер. И мы читаем дальше, что все очень сильно были смущены. Очень сильно смущены. Потому что, ну, в общем-то, они же хотели для Бога как лучше. А получается, что пробуждение отменяется. Как бы Бог не хочет, что ли, или как это назвать? Ну, не совсем понятно, что делать теперь. Вот стоит ковчег. Это все равно, что, знаете, какая-то мина. Трогать его, не трогать его. Вот что сделать с этим ковчегом? И Давид, он, ну, размышлял и был озадачен. Вы знаете, это наподобие вот такой вот истории. Может быть, вы читали подобные истории, когда, например, один охотник, он пошел на охоту. И подобрал медвежонка, у которого, предположим, мамы не было, да? Принес его домой. Медвежонок был маленький, хорошенький. Дети с ним игрались, собаки игрались, кошки с ним игрались. Он рос, кушал с одной миски, спал рядом где-то возле кровати. И в какой-то момент он вырос в здорового, сильного медведя. Но с ним по-прежнему так же относились. И вот в какой-то момент, когда кто-то из домочадцев толкнул его как-то, или что-то забрал у него, этот медвежонок, который стал медведем, он развернулся и просто порвал всех и убежал в лес. И вы помните, что обычно, в новостях такое иногда бывает, да, что зверь остается зверем. Иногда мы, друзья, когда ходим перед Богом, мы хотели бы, чтобы у нас дома жил Бог. Но чтобы он жил, как вот этот медвежонок на наших условиях. Чтобы мы говорили ему, где место, где его миска, где его будка, где ему надо быть, как ему есть. Чтобы ты мог в любой момент подойти, забрать у него что-то. Забывая при этом, что Бог – это не ручной божок. Это не идол, который ты можешь поставить в угол и сказать, теперь вот так, служи мне. Я тебе тут уголок пошпаклевал, теперь ты мне должен. Абсолютно нет. Бог – он всемогущий, он обладает силой, которая несравненно больше нашей. И в какой момент он считает нужным, он являет эту силу таким образом, как он считает нужным. Друзья, мы не можем приручить Бога. Мы не можем взять его за бороду, мы не можем его контролировать, мы не можем его заставить что-либо делать. И я думаю, что именно это откровение начало приходить потихоньку к Давиду и к тем людям, которые смотрели на этот ковчег. Столько лет он занимал какое-то дальнее место в нашем царстве. Столько лет, да, там кто-то ходил. Но, как говорит Давид, мы не обращались к нему годами. Мы не почитали его как Бога. Пора бы начать почитать. И Бог говорит своими теми действиями, которые производит. Говорит, подождите. Не так, как вы себе придумали. Хотите на моих условиях. Хотите меня почтить. Я хочу вам объяснить, как это должно происходить. Я хочу, чтобы было должное почтение, должное уважение. Именно это и произошло, друзья. Итак, именно такого Бога увидели израильтяне, когда умер Оза. И они перепугались. И, фактически, было два выхода. Либо почитать Господа на его условиях, либо умирать. Вы понимаете, да? Либо ты действительно идешь на риск и делаешь то, что он хочет, либо своим действием или бездействием ты приходишь к тому, что ты сталкиваешься со смертью. Иногда это может быть мгновенная смерть, а иногда это смерть просто со временем, возможно, даже от старости, но смерть, которая в любом случае приводит человека к разделению с Богом, к лишению тех благословений, которые приходят вместе с его присутствием. Итак, Давид. Лидер Израиля, признанный певец Израиля, тот, кто почитает и любит Господа. Проблема? Ковчег. Вот он стоит. Вот хоронят Озу. Что с ним делать? И мы читаем дальше, что Давид, он решает подготовиться к тому моменту и подготовить то место, куда он принесет ковчег. Он понимает, что мало сделано. Он понимает, что надо приготовить место. И мы знаем, что на сердце у него было желание построить храм. И храм этот был самым лучшим. То есть на сердце у него было желание сделать самое лучшее место из возможных. И мы знаем, что как по тем меркам, так и по современным меркам храм был очень дорогим, безумно дорогим. Это было место, в которое было вложено все, что можно было вложить. Тем не менее, храм строится не один день. Ковчег нужно куда-то деть. И мы читаем о том, что Давид принимает решение оставить ковчег в доме Аведа Герянина. Вот такой человек, который был частью этой процессии. И дальше мы читаем 1 Параллипоминон, 13 глава, 13 и 14 стихи. «И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Аведада Гефянина. И оставался ковчег Божий у Аведада в доме его три месяца. И благословил Господь дом Аведада и все, что у него». Итак, просто коротко написано. А теперь давайте на секундочку представим состояние этого Аведада. «Представьте, да? Вот несут ковчег, вот хоронят Озу, и тут Давид говорит, к себе домой не заберу, в твой дом повезем». Что бы вы сказали? Друзья, «до свидания» – это то, что первое хочет сказать, ну, как бы… Вы бы хотели такого присутствия Бога в своей жизни, в своем доме? Ну, написано, что повезли. Итак, смотрите. Интересно заметить, что само имя Авед или Овед, Овед, как он назван в других местах Писания, означает «поклонник» или «служитель». И мы понимаем, что этот человек, он реально рисковал своим домом, потому что, на секундочку, могли бы и все домашние погибнуть. Правда? Это же не то, что я один и все. Написано, что у него был дом. Да, мы-то знаем, конечно, что Бог его благословил, но он-то не знал этого. Он-то не знал, когда брал ковчег, что произойдет. И он понимал, что если он не проявит должного почтения, то он мог полностью погибнуть вместе со своим домом. И я не знаю, я затрудняюсь ответить на вопрос, о чем думала его жена, когда вносили ковчег. Согласитесь, да? И что она ему говорила потом тихонечко где-то там о том, что происходило. Ну, сложно представить, но я думаю, что все были в шоке. Не говоря о том селении, куда это произошло, ну, куда это принесли. Еще один момент. Смотрите, друзья. Ковчега в доме Аведа никто не ждал. Вы понимаете это, да? Как вы себя чувствуете иногда, когда, например, вы просто вышли, обычный день, ну, просто ничего не предвещало, как говорится. Вы пришли в общину, тут служение, а потом говорят все, а теперь мы идем к тебе домой, и у нас там будет служение. О чем вы думаете? О, Боже мой! Я не попылесосил, да? О, Боже мой! У меня нету того-сего, еще стирка висит, еще то, еще сё. Какая домашняя группа? И ты говоришь, дайте мне полчаса, да? И летишь, как лань, к потокам воды наводить порядок. Я не знаю, может быть, кто-то там в идеале, но я думаю, что большинство из нас понимает, о чем я говорю, правда? То есть мы не всегда готовы к посещению обычных людей, а здесь, извините, принесут ковчег с Богом, который вооружен и очень опасен. И может это применить. Причем не всегда в той логике, в которой мы себе представляем. Правда? То есть мы понимаем, что Бог являет свою святость, а я принесу, ну, как бы, место должно быть готово. И это большой вопрос для нас. Что бы увидел Господь в вашем доме, если бы в него внесли ковчег? Как вам такая идея? Скажите, пожалуйста, друзья, ваш дом готов принять ковчег Божий? Не ручного медвежонка, не лепного идола, а Бога живого, являющего силу своей святости. Да, ты можешь называться Овет, служитель, священник, но готов ли твой дом к принятию Божьего ковчега, к принятию его выраженного присутствия? Задайте себе этот вопрос, друзья. И мы понимаем, что на самом деле дом Оведа был готов. Он был по сердцу Господа. Этот человек, который принял, этот ковчег, он был по сердцу Господа. И 1 Паралипоминон 15-18 говорит о том, что Оветы дом был левитом, и он не был самым главным левитом, но он был человеком, который знал, как прославлять Господа. И у него было понимание о прославлении Бога и о правильном почтении Бога. То есть, Овет в данном случае он был действительно служителем. Он действительно понимал, как нужно правильно почитать Господа, как нужно правильно его уважать. Скажите, друзья, как вы думаете, удобно ли держать дома ковчег? Давайте задумаемся. Неудобно. Правда? Но это ковчег Божий! Вы же задумайтесь, честь-то какая. Я думаю, что на самом деле с точки технической содержание ковчега в доме доставляет достаточно много хлопот. Нужно понимать, что дело ковчегом не закончилось. Что еще шло в комплекте? Утварь, жертвенники, столы, а еще была целая толпа людей, которые это все обслуживало. На секундочку, да? Я вам скажу больше. Еще была целая толпа людей, которая приходила для того, чтобы принести жертвы, для того, чтобы служить перед Богом. Израильтяне не сходились со всех краев к Нему домой. Представьте, ты живешь, живешь спокойной жизнью, все спокойно, и тут на тебе настоящее благословение в твою жизнь. Бог пришел. Все меняется. Если ты раньше мог встать в 8 часов, в 9 или в 10, то сейчас уже так не будет. Ты должен направить все свои силы на то, чтобы Бог, Он занимал должное, почетное место в твоем доме, в твоей жизни. Ты должен служить другим людям. Ты должен жертвовать. Ты должен отдавать свое время, свои силы, возможно, свои финансы, возможно, свое место, свою лучшую комнату, в которой ты любил находиться. Потому что теперь там находится Бог, находится Его присутствие. Лучшее оно, ты должен Его отдать, потому что ты понимаешь, Он Бог, Он достоин. И это не игрушки. Это серьезно. Божий ковчег в твоем доме. Вдруг, в один момент, жизнь семьи полностью, полностью, полностью была изменена. Но вы знаете что? Люди, глядя на этот дом, они начинали говорить, они благословенные. Пошел слух. Сначала в деревне, потом в города. Пока он не дошел до Давида, написано о том, что и благословил Бог дом Аведа. Благословение пришло вместе с этими сложностями, с этими вопросами, с этими лишениями, казалось бы, приходит настоящее Божье благословение. Мы не знаем, как выглядело это. Может быть, он стал богатым, может быть, он стал плодовитым. Мы не знаем, мы знаем одно. Благословение пришло в этот дом. Благословение конкретно от Бога. Итак, друзья, Божье присутствие связано с ответственностью с одной стороны и с благословениями с другой стороны. Не бывает Божьего присутствия без нашей ответственности. Мы не можем просто так, как попало, ходить перед ним и говорить, а он присутствует в моей жизни. Он есть. Ну и что, что я себя веду вот так или вот так? Послушай, приходит суд, если ты ведешь себя недолжным образом, уходит благословение. Ты не благословен, если ты не почитаешь Господа должным образом. Итак, мы очень часто хотели бы вот этих благословений без ответственности. Дай мне, Боже, благослови меня, а я поставлю тебя, в общем-то, где мне удобно. Там где-то в гараже, в дальнем углу у меня было место возле картошки, постоишь там. Ты в моем доме? В доме формально все сделано. Сделано. Благословляй меня, давай. Не бывает так, друзья. Не Божий этот принцип, потому что Бог не ручной. Итак, даже если воздаяние за нечистоту, оно не настигает человека сразу, то это не значит, что оно вообще не придет в его жизнь. Если Бог не поражает вашу жизнь, ваши дома за нечистоту сразу, не будьте самоуверены, не будьте самоуверены, потому что перед его лицом пишется памятная книга, и придет его суд. Придет тот момент, когда вы будете положены на весы Божьи, и не сможете договориться и подкупить его, не можете закрыть ему рот. Этот великий, сильный, могучий, тот лев из колена и уйды, он покажет не просто свою красивую шерсть, но он покажет свои когти и свои клыки, потому что Бог наш это не игрушечный Бог. Итак, мы читаем дальше. Псалом 49, 16, 23. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи это забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Именно наблюдение за своим путем приносит Божье спасение в жизнь человека. Не просто разговоры о заповедях, об уставах, о каких-то понятиях, но конкретно их исполнения. И я верю, что очень важно для нас, как верующих людей, не потерять этот благочестивый страх Божий. Важно хранить его в своем сердце. Друзья, мы не играем в игры с Богом. Он не будет мириться с нашими грехами вечно. Его долготерпение, безусловно, оно велико, но не бесконечно, не бесконечно. Придет день, когда будет явлена его сила и его власть. Есть еще один очень важный урок в этой истории. Знаете, что это? Это сердце, которое готово предоставить то, что ты имеешь в Божье распоряжение. Именно такое сердце имел Авет. Мы не знаем, велико ли было его имущество, или оно было мало, но он был готов предоставить его для распоряжения. И очень важно понимать, что ковчег это не собственность какого-либо царя. Ковчег не принадлежал ни одному священнику, никогда не принадлежал никакому царю конкретно, ни Моисею, ни Давиду. Это достояние народа израильского. И заботясь о ковчеге, человек заботился о том, чтобы весь Израиль, весь народ имел правильно сделанное, правильно оформленное, или скажем так, правильно устроенное место для поклонения Божьему, Богу. Понимание этих вещей очень важно, когда ты осознаешь, что все, что есть в твоей жизни, оно пришло через его дар по милости Божьей, а не просто благодаря твоему силе и твоему умению. Осознавая это, ты понимаешь, что все, что ты имеешь, это результат его благословения. Тот дом, то стесилы, то все, что есть в твоей жизни, оно пришло как подарок от него, потому что ты родился в этот мир без ничего, голым, и ты уйдешь в этот мир без ничего, не сможешь забрать абсолютно ничего. Бог единственный является причиной нашего благословения, того, что мы имеем. И здесь очень хорошо вспомнить еще одну историю, историю с человеком по имени Орна. Помните его, да? Однажды Давид сделал не совсем то, что было угодно Господу. Он сделал перепись, и мы знаем, что Бог разгневался на это, и пришло поражение в Израиль. Ангел, который приходил и губил израильтян. Погибло очень много. И мы читаем о том, что Давид, видя этого ангела, он получает понимание, откровение о том, что нужно построить жертвенник в определенном месте, и принести Богу жертву, прославить, и поражение, оно будет закончено. Это место было местом, где жил Орна. Это было его поле. Он пахал. Мы читаем о том, что Давид пришел и начал говорить с Орной. Он захотел купить у него то поле, на котором работал на тот момент Орна, поставить там жертвенник. И вот, что он говорит. Смотрите. 2 Царств, 24 глава, 22-23 стихи. И сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот валы для всесожжения и повозки и упряжь воловья на дрова. Все это, царь, Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю, Господь, Бог твой, да будет милостью к тебе. Иными словами, Давид приходит и говорит, я тебе дам денег за землю. Орна говорит, не надо, пожалуйста, не надо. Вот то, чем я обладаю. Вот валы, которые, между прочим, денег стоили, не слабо так стоили. Вот есть упряжь, вот есть плуги, вот есть поле. Возьми, заколи, разожги, построй жертвенник, принеси. Пускай остановится поражение в народе. Пускай остановится поражение среди Израиля. И мы читаем дальше, что Давид настаивал. Давид хотел, чтобы это что-то ему стоило. Он не хотел бесплатной жертвы, он не хотел почтить Господа просто за счет кого-то другого. Он хотел почтить Господа так, чтобы это ему что-то стоило. И он покупает у Орны это поле. Приносит жертву, мы знаем, что там было остановлено поражение. Итак, очень интересный момент, друзья. Вы знаете, что сделка состоялась между евреем и евреем. А вы знаете, что землю израильскую нельзя было продавать навсегда. Потому что в юбилейный год что происходило? Вся земля возвращалась к своему хозяину. Вся земля возвращалась к тому владельцу, который был с самого начала. Итак, вот какая судьба этого участка земли. Второе Паралипоменон, третья глава, первый стих. И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Евусиянина. Как вам? Друзья, на этом участке собственности Орны был построен храм. И если Соломон еще строил, когда, возможно, земля по бумагам принадлежала Давиду, то мы понимаем, что все равно рано или поздно 50 лет заканчивается, и земля должна вернуться. Таким образом, по логике вещей, храм становился собственностью Орны. Он был построен на земле Орны. И мы понимаем, что никогда больше Орна ничего там не посадил, ни его потомки, те, которые по Божьему закону имели право. Орна готов был служить Богу без денег, от всего сердца и желания. Хочу заметить, друзья, и подчеркнуть, что Давид не заставил Орну продать эту землю. Он не пришел своей сильной рукой и сказал, я царь, я забираю, иди, давай, все, гуляй, как это бывает иногда у царей. Не было так. Давид был благочестивым царем, он почитал Слово Божие, он почитал Бога. Они договорились. И когда прошли годы, вы знаете, мы не читаем о том, что Орна, он продавал входные билеты в храм, или кто-то из его предков имел какую-то, знаете, такую, пришел к священникам и сказал, давайте мы будем с вами договариваться. По закону можно открыть пункт такой-то, такой-то, какой-то, да? Вот здесь написано, земля моя, но я разрешаю вам обществу Израилева пользоваться моей землей. Только отстегивайте мне и можно называть любую безумную сумму. Вы понимаете, да? Понимаете? Можно было манипулировать обществом Израиля тем, что ты отдал что-то, но мы не видим, что так происходит, что кто-либо из потомков Орны, он приходит и делает нечто подобное. Почему? Потому что существует определенное понимание. Я служу своему народу. Я служу Богу моего народа. Я служу тому, чтобы духовный уровень Израиля был на высоте, чтобы Бог прославлялся, чтобы Он был великим и Его присутствие было явлено. Итак, что общего у этих персонажей, у Аведа и у Орны? Это стремление и готовность служить Богу всем тем, что они имеют. Это готовность брать ответственность за общество. Это способность иметь сердце, готовое поклоняться Богу в простоте. Я думаю, что Орна понимал честь, так же, как и Авед, которая была ему оказана. Друзья, принять у себя ковчег Божий это честь, чтобы на твоем участке был построен дом Божий, это честь для тебя и для твоего дома. И приходит благословение, если ты делаешь это без второго умысла, без манипуляций, без каких-то вторых шагов или действий, приходит благословение, и люди, глядя на твою жизнь, будут говорить, это благословенный человек, это благочестивый человек, Бог являет себя в его доме, давайте будем, как он, давайте будем брать с него пример. Стоило ли это что-то для этих людей? Конечно, стоило. Стало ли это благословение? Однозначно стало. И Малахия, 3 глава, 14-18 стихи, говорит следующее. Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его, и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящийся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и будут миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим ему. Придет день, когда вы увидите разницу между теми, кто служит Господу не ради своей выгоды и теми, кто делает это по вторым, третьим, четвертым причинам. Друзья, придет день, потому что книга пишется. Придет день, когда весы будут взвешены. И дай Бог, чтобы мы были готовы. В этот день мы увидим разницу. Нечетно, не пустым является служение Богу. Вы знаете, иногда мы думаем, что, например, согласиться на то, чтобы у тебя дома была домашняя группа, это такая ерунда, ничего не заметно. Послушай, это очень важно. Иногда мы думаем, что послужить какими-то вещами, какими-то делами, каким-то своим имуществом, временем или участием на дело общего служения, это нечто такое да ладно, послушайте, все это фиксируется перед лицом Господа и в правильный момент это будет учитано Господом, в правильный момент вы будете видеть благословение Божие, которое будет возрастать в вашей жизни и будет видна разница между тем, кто служит и не служит. Иногда мы так вот смотрим на друга и говорим, почему ему так? Вот почему ему вот так? Почему его дети устроились? Почему вот то? Почему вот то? Почему он туда поехал? Сюда поехал? Почему его благословили какими-то вещами дорогими? Послушай, ты где-то забываешь, что он служил. Может быть, ты не видел этого? Но пришло явное Божье благословение. так становится видна разница. И это нужно всегда помнить. Ты делаешь это для него. Возможно, Орна пришел домой, и когда его жена спросила, ну как там на поле, он сказал, ты знаешь, приходил царь, я отдал ему все поле. Да, денег он принес, но может быть, он не планировал. Вы же понимаете, да? Ну, ты не планировал вообще продавать это поле, ты хотел его садить, использовать, и так далее, и так далее. Возможно, тебе пришлось купить какое-то другое, это неудобство, и так далее, и так далее. Мы не знаем, что она ему сказала, но мы знаем, что было благословение. Его потомки, они могли проходить мимо храма и сказать, а знаете что, интересный факт, этот храм стоит на земле нашего деда, или прадеда. когда-то давным-давно его купил Давид, и мы оставили его, и храм отстраивали снова и снова на том же месте, и это было место выраженного присутствия Божия, таким же местом, как место было у Аведа дома. Итак, давайте открывать свои сердца к тому, чтобы быть готовыми к принятию Божьего ковчега в наш дом. Друзья, давайте пересмотрим вообще, как выглядит наш дом, что в нем есть. Если там есть какая-то нечистота, то будет глупо с нашей стороны ожидать большого пробуждения. Согласитесь, да? Потому что это пробуждение может начаться с определенного поражения, с определенного такого потрясения в нашей жизни. Давайте задумаемся, нужно ли нам дразнить такого большого и сильного льва? Нужно ли нам относиться к нему вот так, сверху? Деяние 4 глава 32-й 35-й стих. У множества же у веровавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так поступала первая община, поскольку Господь влег их сердца к этому. Я не говорю о том, что мы должны продать все, что мы имеем, раздать. И помните, что никто не может и не должен вас заставлять это делать. Никого из наших героев не заставили. Это было решение человека. Это была внутренняя готовность, это была определенная зрелость. Все эти действия были добровольными со стороны людей. И ты не станешь более праведным, поскольку праведность приходит в нашу жизнь не через наши даяния, а через то, что сделал Ишуа для нас. Ты не можешь купить себе спасение, тем, что ты примешь ковчег. Это невозможно. Давайте открывать свои сердца для того, чтобы давать Господу. Служить Богу от нашего сердца, не ища от него благословения. Оно придет, друзья. Всегда придет. В нужный момент оно будет явлено. Давайте искать воздаяние не от людей, не искать какой-то откат от того, что ты именно служишь, и все тебе должны, и должны руки целовать из-за того, что ты сделал что-то для общины. Давайте смотреть на Господа, того, кто воздает, и ожидать от Него. И тогда мы сможем иметь свою часть в Божьем доме, какую имел Орна, какую имел Авет. Давайте хранить свое сердце от этой гнили и нечистоты, и будем готовы принимать Его выраженное присутствие, Его самого великого Господа в наши дома, в наши работы, в наши дела, в то, что мы делаем, как мы ведем себя друг с другом, как мы поступаем, чтобы Он мог благословить нас. Амин. Давайте мы помолимся. Господь, Ты привлекаешь нас к Себе, и это благо есть Божие, быть привлеченными к Тебе. Это есть благо знать Тебя, Господь, и приближаться к Тебе. Это есть благо, и это есть честь, Господь, служить Тебе своими дарами, тем, что мы имеем, имением, финансами, Господь, своими действиями. Это есть благо Божие и благословение, потому что все, что есть у нас, оно пришло от Тебя. Все, что есть у нас, Господь, это Твой дар, это благословение, это рука Твоя дала нам, Господь, Ты не домашний Божок, Ты не идол какой-то недостойный, Ты великий Бог. Господи, если мы уничижали Тебя, то мы благодарим Тебя, Боже, что мы не погибли. Если мы, Боже, недостойно себя вели по отношению к Тебе, спасибо, что мы живы сейчас, и мы имеем возможность покаяться, имеем возможность, Боже, принести плоды покаяния, и начинать служить Тебе, Боже, в трепете, в святости, в чистоте. Благословляем Тебя, Царь Вселенной. Я прошу Тебя, Господь, говори сейчас к сердцам каждого человека. Я прошу Тебя, Дух Святой, меняй сердца, преображай сердца. Боже, я молюсь о том, чтобы тем, кто устал служить, у кого опускаются руки, кто не видит, Боже, благодарности от людей, но только нарекания и обвинения, Боже, чтобы Ты укрепил таких людей, чтобы Ты давал им веру, Господь Орный, чтобы Ты давал им веру, Аведа, Господь, чтобы они были служителями в Доме Твоем. И я молюсь о том, чтобы Господь в жизнь тех, кто служит, начинало приходить благословение. И я молюсь о том, чтобы в жизнь тех, кто, Боже, пренебрегает Тобой, уничижает Тебя, начинало приходить покаяние. Настоящее покаяние. Не просто разговоры, не просто, Боже, какая-то мутственная, такая закрученная речь, Боже, но настоящее покаяние. Желание в чистоте ходить пред Тобою. Боже, мы из плоти, мы из земли. Ты знаешь нашу сущность. Преображай нас по образу своему, по подобию. Преображай нас, Господь, чтобы нам отражать Тебя. Славим Тебя и благодарим, Господь. Славим Тебя и благодарим, Господь. Давайте поклонимся Ему. Дух Святой Тебя я нуждаю. Ему. Славим Тебя